Здравствуйте, меня зовут Владимир Устинов. Приветствую вас на канале Процветок. И сегодня мы поговорим о зеленых операциях на винограднике, что нужно делать в данный период. Неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в мае месяце, заморозки возвратные весенние, послужили причиной того, что было сильное подмерзание кустов винограда, не было возможности их защитить при больших объемах посадок. И, соответственно, сейчас сама природа нагрузила растения так, как нагрузила. И специально производить операции, так называемую нормировку урожаем, нам не придется этого делать. В связи с тем, что урожай сформированный в данном случае на замещающих почках, те основные погибли, замещающие отстрелили и выдали урожай. Естественно, урожайность от потенциальной, она составляет порядка, наверное, сейчас 30-40%. И, судя по количеству имеющихся гроздей на данном растении, она не превысит, по сути дела, 5 кг. Для наших условий, по сути дела, урожайность 5-10 кг. Для открытого грунта, северной зоны виноградовства, вполне нормальная цифра. Поэтому удалить тут, на данный момент, нам ничего не представляется возможным. Что же мы делаем? Во-первых, вы сейчас видите, начался период цветения винограда. Вот как цветет виноград, посмотрите. Это еще не распустившиеся цветки, закрыты сверху колпачками. Когда колпачок сбрасывается, появляется пестик и тычинки. Никаких работ химическими препаратами во время цветения производить не нужно. Их нужно делать за 10-14 дней до начала цветения, профилактику от болезней. Если есть необходимость, добавить еще какие-то подкормки удобрениями хилатного типа. И, соответственно, мы должны после того, как виноград отцветет, еще пару недель подождать, чтобы образовалась так называемая стадия зеленого гороха. И тогда мы делаем следующую профилактическую обработку от мильдзю и аидюма. И это основные две грибные болезни винограда. И по необходимости, опять же, добавляем в баковую смесь, то есть в раствор смешанный. Тот же, к примеру, кристаллон. Хорошо растворимое комплексное удобрение, которое восполняет дефицит каких-либо микроэлементов или макроэлементов, которые испытывают растения, и, соответственно, идет нормальное развитие. Одна из операций, которая производится на винограднике в течение всего лета, это работа с пасынками. В пазухах листьев, вы видите, находится побег второго порядка. С ними обязательно нужно работать. Что с ними мы делаем? По сути дела, можно работать и вручную, и при помощи основного инструмента виноградаря, для любого секатора, его удалять не полностью, оставляя один листочек. То же самое здесь. Идем вверх, смотрим. Здесь. Здесь можно и вручную. А там выше расположенные, еще недостаточно большие, чтобы с ними что-то делать. Работая с пасынками, порой люди задают вопрос. А может быть, просто-напросто проще выломать его совсем? Есть такой момент, что можно это сделать. Но нужно делать это уже, наверное, людям-профессионалам, которые давно работают и уверены в сорте. Причина в чем? Почему не стоит удалять пасынки совсем, особенно ниже расположенные пасынки. Удаляя пасынок, вот как я вот это сейчас сделал. Обратите внимание. В пазухе листа и пасынка находится зимующий глазок. Зимующий глазок – это тот, который в следующем году, по сути дела, должен распуститься и дать побег, и, соответственно, новый урожай. В случае, если мы сделаем такую операцию на винограднике, особенно после заморозков, когда пасынки очень интенсивно развиваются, а мы их будем полностью выламывать, растение и так, из-за того, что, например, произошли морозы и урожай потерян, испытывает эффект недогрузки. И, соответственно, основная масса питания идет куда? В зеленую массу. Урожай отсутствует. И, соответственно, удалив часть зеленой массы, мы, особенно когда полностью, мы можем спровоцировать летнее пробуждение этого глазка. И, соответственно, уже в следующем годе мы ни о каком урожае рассчитывать не можем, потому что он проснулся несвоевременно, на год раньше, скажем там, чем нужного периода. Второе еще, что таким образом выломав мы с этой стороны еще, то, что даже если глазок не распустился, с этой стороны он остается незащищенным и, соответственно, более уязвимым повреждением зимними морозами. Когда мы осенью будем работать с обрезкой, мы просто-напросто пасынок удалим, а глазок останется с той стороны защищенной частичкой бывшего пасынка. Поэтому думайте сами, рассчитывайте сами, стоит ли торопиться с выломкой побегов, а не с тем, чтобы все-таки полностью не удалять, оставляя вот один листочек. Когда начнут распускаться здесь пасынки второго порядка, мы их просто-напросто будем выщипывать, выламывать и все. А этот будет листик как сторож для того, чтобы предотвратить распускание несвоевременное спящего глазка. То, что виноград сам по себе растение лиана, она требуется в опоре. И, соответственно, стелящиеся растение лиановидное, оно при помощи усиков закрепляется за какую-либо опору. В лесу растущая лиана винограда, она, естественно, цепляется за ветви деревьев и стремится ближе к солнышку. В промышленных насаждениях, в домашних насаждениях, конечно, можно допустить, что зимостойкий сорт винограда типа альфы, там, маршала фоша, посадив непосредственной близости возле дерева яблони и груши, что он может очень быстро заполнить, залезть на самую верхушку дерева, тем самым оплев его полностью, будет угнетать эту яблоню и через 5 лет и более может просто-напросто растение яблони быть уничтожено при помощи винограда, а он чисто будет использовать его в качестве опоры. Мы же, соответственно, в связи с дефицитом времени и возможности, усики, которые выполнили свою предназначенную для них функцию, то есть крепеж, мы с ними ничего не делаем, потому что нам, в данном случае, если он крепится, нам уже не нужно будет производить тут саму подвязку побега, он прекрасно будет держаться при помощи усиков. А усики, которые просто имеются и не выполняющие свою непосредственно функцию, мы просто удаляем на каждом побеге. В данном случае здесь их больше, и мы их спокойно удаляем. Если мы не производили никаких химических обработок в ближайшие 2-3 недели, то мы, в качестве, проведя данные операции, посынкование и удаление усиков, можем эту ботву зеленую использовать для приготовления кваса. При больших объемах и больших виноградниках очень много времени уходит на подвязку самих побегов. И ленточки, многие используют металлические проволоки, есть фиксаторы пластиковые. Ну, одна из, скажем, разработок, так называемый степлер для подвязки растений, или второе название его топинер. Но принцип его работы – это как степлер. Первый щелчок мы сделали, вытянули ленту, специально крепежную. Заводим побег под проволоку, делаем второй щелчок. При помощи второго щелчка мы обрезали ленту, и побег зафиксировался. Используя топинер, мы ускоряем в разы время, сокращаем на подвязку винограда. Еще многие порой задают вопрос, что делать, когда виноград уже достиг какой-то определенной высоты, и можно ли какие-то с ним сделать действия. Вполне возможно, особенно если ваша задача поддерживать определенный уровень высоты растения, и шпалера не предназначена для более высоких насаждений, то даже в период уже начиная с цветения, можно произвести чеканку, удаление верхушки побега. Конечно, категоричного в этом ничего нет. Единственное, что мы должны будем помнить о том, что удалив верхушку, мы частично приостанавливаем рост. На некоторых сортах даже такую операцию, по сути дела, рекомендуют делать прищипывание верхушки. Капризные сорта, которые лучше опыляются, когда им вот эту операцию делаешь. Второе последствие – начнется усиленное развитие пасынков, и, соответственно, мы тем самым будем больше внимания уделять потом работе с пасынками. Нужно будет чаще подходить и производить пасынкование. Ну, а на сегодня мы прощаемся, и, надеюсь, до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова